Ну, чтобы чтили память о погибших. Не сдерживая слез, восьмиклассница Алина Лемкова рассказывает о своих прадедах-ветеранах. Воевал мой прадед, брат моей прабабушки и его сын. Его сын скончался в первые два месяца. Прадед Алины Федор Усольцев прошел всю войну. Победу встретил в Берлине. Вернувшись на родину, он работал крановщиком в строительном управлении. В Бийске возводил первые крупнопанельные дома. Он был лучшим по профессии. Его называли Поднебесный Ас. Моя прабабушка как раз жила в этом доме, который строил прадед. Алина легко разобралась с семейным архивом. Оцифровала документы, написала сценарий. Сложнее всего было уложить историю десятилетий в трехминутное видео. Ролик Алины уже посмотрели одноклассники. Возможно, что ее опыт вдохновит ребят на создание своих роликов. Ведь у каждого в семье есть свои герои. После просмотра моего ролика многие заинтересовались в том, чтобы узнать историю своих предков. Ролики создаются с помощью родителей на основе семейных воспоминаний и документов, а также информации, которую можно найти в интернете. Эта работа сближает разные поколения и соответствует идее конкурса, которая заключается в том, чтобы дети создавали историю страны через историю своих семей. Сейчас пытаются переписать историю. Вы посмотрите, дети, общаясь в интернете, вдруг узнают такого, что не придумаешь даже. И очень важно, чтобы сегодня они осознали, что именно нашим предкам мы обязаны этой великой победой, этой жизнью, которая нам дарована. Конкурс проходит при поддержке губернатора Виктора Томенко. Авторов лучших материалов отметят ценными призами. А победитель встретит день великой победы в Москве. Работы принимают до 15 марта. В семейных архивах вы наверняка найдете фото и видеозаписи, которые помогут представить их жизнь в мирное время. Как они жили, о чем думали, что завещали. Расскажите о том, что помните. Отправить заявку и ознакомиться с положением можно на официальном сайте фонда Александра Прокопьева. Организаторы просят участников придерживаться условий конкурса. Продолжительность роликов не более трех минут. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. День с толком. Итопиевский. Известный ум зlerde. Известный ум зда. Продолжение следует...